Добрый день! Меня зовут Олевтина и добро пожаловать на мой канал Олев Кудюксюм. До запуска этого проекта я сняла более 50 репортажей о Балжире. Если вы еще не видели их, то заходите пожалуйста по ссылке в описании под этим видео. Здесь же я решила рассказывать вам об интересных местах, которые можно посетить во Франции. И наша с вами экскурсия я предлагаю начать с Парижского метро. Первая его линия открылась в 1900 году во время проведения Всемирной выставки. Эта дата делает Парижское метро одним из старейших метрополитенов в Европе. Всем, кто бывал в подземке Москвы, метро Парижа кажется мрачным, унылым и далеко не всегда приятно пахнущим. Действительно, на станциях здесь нет мрамора, роскошных люстр или скульптур. Зато по загруженности метро Парижа уступает в Европе только той же Москве. Перегоны с Парижского метро очень короткие. Когда я переехала сюда жить, то на каждую встречу приезжала как минимум на час раньше. Перед открытием метро муниципалитет Парижа объявил конкурс на создание оформлений надземных входов. Заявки прислали около 20 участников. Они предлагали проекты массивных зданий в различных исторических стилях. Дело дошло даже до входа в стиле будуара Людовика XV. В этот момент дело в свои руки берет французский архитектор и художник-декоратор Эктор Гимар. Он один из самых известных представителей стиля ар-нуво, так называют во Франции модерн. Для парижского метро Гимар предложил дизайн надземных входов с железными перилами зеленого цвета, двумя высокими светильниками и табличкой метропулита с эффектными металлическими оградами, навесами и торшерами, которые стилизованы под причудливо изгибающиеся стебли невиданных растений. Сегодня этот стиль нам нравится, однако в начале 20 века принять столь радикальный подход готовы были далеко не все. В газетах разразился скандал, поскольку жители жаловались на несоответствие нового стиля исторической архитектуре центра Парижа. Были даже те, представляете, кто опасался, что бесформенные и фантастические буквы, с помощью которых писалось слово метрополитен, отразиться на почерке школьников. К сожалению, не все надземные оформления гемара дошли до нашего времени. Из 141 осталось чуть более 80. Некоторые оказались в музеях Парижа, Нью-Йорка, Монреаля и даже в музее Сальвадора-Дали в Фигересе. Самыми импозантными оформлениями отличались 13 станций. Самые красивые, так называемые пагоды, украшали три входа. Два из них, включая оформление метро Бастилия, исчезли. А вот третий, чуть более скромный вход на станции Порте-Дофин, к нашей общей радости остался. Оформление входа для самой глубокой станции парижского метро АБЭС перевезли на Монмартр в 70-е годы из другого района Парижа. А теперь за моей спиной вход на станцию Бланш. Вы-то, конечно, все сразу же обратили внимание на Мулен-Руш, но нам сейчас не туда. Оформление Бланш вам, кстати, ничего не напоминает? Один из лестничных сходов в подземный переход станции Киевская в Москве выглядит почти так же. Его в 2006 году подарил столице парижский метрополитен. Ответным подарком московского метро стал ветраж Курочка-Ряба, установленный сегодня на станции Мадлен. Кстати, 14-я ветка парижского метро полностью автоматическая, поэтому частые забастовки сотрудников метрополитена, проживающим здесь парижанам, не страшны. КОНЕЦ КОНЕЦ